всем привет снова всем привет снова я благодарю вас за то что вы здесь за то что вы смотрите вот это и слышите мои слова ну спасибо вам за то что пишите комментарии я продолжаю говорить что это очень полезно для всех вот эти обсуждения споры это новая информация новые эмоции новые мнения изменение своих мнений что немаловажно потому что человек который не меняет свое мнение на протяжении жизни он кажется странным мне немножко всегда потому что люди развиваются вообще так иногда не все правда те кто развиваются они молодцы вот и напоминаю существование плейлистов потому что там очень много уже пластинок показано если хотите что-то увидеть какую-то пластинку который вас интересует посадить сначала в плейлисты а потом уже возвращайтесь к комментариям где пишите о том чего бы вы хотели увидеть ну при условии если эта пластинка есть у меня в шкафах я не буду говорить о коллекции потому что коллекция это немножко другое у меня просто куча пластинок то и если мы сойдемся то конечно я ее покажу что-нибудь про нее поговорим ну а сейчас я достал с полки замечательный альбом вот этот вот вэдер репорт 1971 год первый альбом удивительный совершенно группы удивительный в чем удивление заключается казалось бы да ну как говорят ну группа вэдер репорт а фьюжен да все нормально не вот здесь опять мы попадаем точнее не мы а те кто вот так вот с легкостью каталону фьюжен да это так вот по полочкам все расставляют немножко попадают в просад потому что фьюжен то фьюжен но фьюжен очень разный бывает а если человеку который никогда не слышал музыку фьюжен да и не слышал даже это определение сказать что фьюжен это вот это раз и после того как он услышит скажем махавишну окестр он скажет на это не фьюжен фьюжен это вот это на это настолько разная музыка что как бы в одну коробочку складывать все пластинки я не советую вэдер репорт очень сильно отличается и от музыки майлза дэвиса и от музыки чека корея там ритм то фарма его скажем да и от музыки махавишну окестр и от сольных пластинок джона маклафлина и кого угодно и уже не говорю там остальных исполнителях томас у них альбом белика бома и массы 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 еще артистов мирослав витус и все остальные замечательные музыканты вайн шортер и завинул и альта морейра перкуссионисты альфонсо муссен барабанщик собрались не знаю как случайно или не случайно но сначала конечно завинул и шортер объединились и решили создать свой проект так называемый я начал с мирослава витаса потому что мне безумно нравится его игра здесь и на первых альбомах weather report он сделал очень много музыки и вот это его аура даже не знаю композиторский дар и манера игры на контрабасе и на бас-гитаре она конечно отделила первые альбомы года report от последующих когда поменялись менялись бас-гитаристы когда когда уже пришел жака пасториус там вообще отдельная история это не значит что она плохая я хочу ли просто говорить что совсем другая музыка шортер и завинул играли вместе у мальси дэвиса да вы знаете конечно пластинках и на silent way и bitches был но музыка там была совсем другая но видимо все таки вот это направление которое задал мальс дэвис на этих альбомах она пришлось по душе и шортеру и завинул и они не то чтобы решили продолжать это дело а может быть и продолжать не знаю но в этом ключе в ключе свободного не поиска да а свободного движения в области джаза поскольку они джазовые музыканты все-таки до свободное движение вперед без оглядки без перелистывания учебников как можно как нельзя делать можно все и вот они пошли в этом направлении двигаться тут же присоединился мирослав витас замечательнейший как я уже сказал выше басист контрабасист и электрогитара басист что здесь очень здорово проявлено ну и альфонсо мусс он замечательный барабанщик который работал тоже из дэвисом и аэрто морейро который тоже работал из дэвисом из массы массы других музыкантов и получилась музыка вообще ни на что не похожи для 71 года не знаю аналогов аналогов нет этой музыки и в джазе и в роке и в том что называется фьюжн совсем отдельная история и этническая здесь присутствует составляющая и эмбиент так называемый который потом уже состоит называться эмби этом эмби этом в частности там мелкий уэй вот вещь который открывает альбом вот эти синтезаторные электропиано электропиано синтезаторные аккордовые построения завинула они весьма неожиданно конечно для 71 года такого я не слышал даже у мэлси дэвиса хотя завинул и там играл и хэнкок играл и корея играл но в принципе какие-то начала вот этого звучания там были но вот этот ледяной драйв мэлси дэвиса он нивелировал немножко мягкость клавишную мягкость завинула и вышеупомянутых мною музыкантов а здесь это проявлено так какой-то космос очень странный с какими-то тональными вдруг уходами и завораживает сразу хочется дальше просто все это слушать и дальше мы слушаем амбрелос зонтики где приложил уже свой талант мирослав витус электрическая бас-гитара но других бас-гитар не бывает и ревущая вот это ревущая бас-гитара витуса некоторые говорят витуш я не знаю как правильно но я привык витус пераслав витус ревущая бас-гитара перкуссия ударные свободный какой-то вот полет завинула и уайн шортер конечно со своим замечательным саксофоном замечательный вайн шортер со своим саксофоном удивительная какая-то сложная и жесткая вещь где меняется опять таки я насчитал три раза явно меняется ритмический рисунок сначала в среднем темпе потом побежали вперед потом опять все изменение изменилась очень интересную вещь очень структурирована она конкретная с конкретной мелодической линии с вот этой партии бас-гитары которая внятная очень прописанная очень хорошая конкретная такая мужская даже песня чего нет совершенно все вот следующий номер откровенный free джаз но free джаз такой free джаз который кажется никаким не free окажется прописанным структурированным и осмысленным от репетированным и подготовленным что касается кстати от репетированности то альбом то был записан очень быстро там я не помню то ли три то ли четыре дня а репетировали они два месяца перед этим вся это весит квинтет два месяца репетиции и как рассказывали музыканты что приходили после репетиции домой как выжатые лимоны потому что просто с утра до ночи проигрывали все эти песни сочиняли досочиняли дописывали и в результате записали очень быстро и так хорошо так так хорошо так осмысленно даже вот в этом в этой самой пьесе 7-0 который free джаз как бы искал все нотки на своих местах все звуки на своих местах вал перкуссии барабаны альфонса мусона просто не знаю не знаю как это как это возможно так сделать всего очень много но все на своих местах никакой никакого хаоса структурированный хаос вот что можно сказать ну а после этого orange lady пьеса завинула ну просто прекрасная не знаю у одного критика я прочитал это такой пляж на котором лежит роскошная женщина и пляж этот превращается встает солнце и палящая там какая-то лава течет по пляжу все в огне но это такие примитивные метафоры мы очень красивая штука с замечательным саксофоном лидирующим здесь и простор и кайф orange lady довольно странная на самом деле с точки зрения традиционного джаза композиция этим и хорошо этим и хорош этот альбом что он не похож ни на традиционный джаз не на тот фьюжн который играл майлз дэвис в ту пору хотя я очень люблю это отдельная конечно но это просто не похоже это совершенно другая история а вот вторая сторона если на первой стороне амбрелоса и сэвентерро это яростные рвущие несущиеся грохочущие пьесы то на второй стороне манин лэйк waterfall тирс и и вреди к 4 вещи они как раз уходит в лирику уходит в лирику и вот этот самый манин лэйк это просто чудо вот здесь можно уже говорить метафорами вот здесь вот это рябь по воде ранним утром на озере встает солнце и вот эта рябь и она сыграна на электропиано завинулом саксофон это все поддерживает саксофон олицетворяет солнышко которое встает да над озером вот это самая рябь и это так настолько визуализировано все настолько это все видно что просто чудо как это удалось достичь вот такой такой зрелищный как зрелищного восприятия этой музыки это те самые два месяца репетиций что я могу сказать очень круто waterfall следующий номер водопад вот это вот рябь озерная да она переходит в падающую падающую воду и мы опять-таки слышим эту падающую воду и саксофон отражается солнце в потоках этой падающей воды блестки и вот это все просто нарисовано красками на полотне просто вот этот самый водопад изумительная совершенно вещь и яркая и опять-таки не похоже ни на какие фри джазовые походы ни на какие авангардные штуки хотя безумно люблю вот это все и 7-0 как раз авангардная три джазовая штука она мне безумно здесь нравится но это другая музыка просто и соответственно другая с другой стороны тот же звук тот же звук тоже манера тоже единение музыкантов в общем это удивительный альбом удивительный альбом tears следующий номер это пьеса шортера если я не ошибаюсь хотя боюсь соврать я записал tears шортера да это вот песня где поет альфонса мусон барабанщик неожиданно вдруг даже мы привыкли мы уже прослушали полторы стороны и вдруг начинается вокал и это не вокал я бы не сказал что это вокал это пение это пение какое-то непонятно непонятно кого какой-то пришелец то ли из джунглей то ли из пустыни то ли из-под воды вдруг появляется человек и начинает петь под вот это изумительно какое-то космическое полотно которое здесь сыгранной группой вода report музыкантами группа вода report как это гипнотизирующая штука шокирующая но при этом она не это не психоделее такая гипнотизирующая да это опять-таки конкретное мелодическое построение и вреди к последний номер шортера он ближе всего к традиционному джазу есть в хорошем смысле этого слова к современному на 1971 год традиционному джазу но конечно накручено сверху будь здоров сколько традиционным джазом это никак бы я не назвал просто я сказал что это ближе всего к традиционному джазу чем пластинка на самом деле уникальная и ну трудно сказать что это лучший альбом группы вода report потому что дальше было так много всего и так много интересного так много яркого и необычного что я не скажу она лучше она просто она просто сама по себе замечательная и наверное это один из самых главных альбомов того что называется фьюжн я в самом начале говорил чтобы одну кучу валить все пластинки вот этого вот этой музыки называть их фьюжн это большая ошибка но так если говорить условно то одна из ключевых наверно записи наравне с бич из блю дэвиса и на silent way наверно и кстати и дэйна маунтин флейм махавишна оркестра наверное вот эти для меня эти четыре альбома наверное самые показательные в свободном современном джазе который сливается и сроком и с этнической музыкой то есть народной музыкой разных народов из психодели и и сроком пророк я говорил уже нет не помню в общем эта музыка мира музыка вселенной вот я пошел пить пока